Привет, меня тигр порвал, мне пару недель нельзя заниматься И его три льва рвали Если ты ему сделал больно, то он тут же принимает решение решить с тобой вопрос А если слон вообще психанет, он сделает дверь там, где ее нету Кто сильнее, лев или тигр? И если я там научился зарабатывать деньги, это не факт того, что я буду счастливым Если у женщины есть грудь, но нету попы, то мне до попы ее грудь Друзья, спешу вам напомнить, что у нас вышел интереснейший сезон новых Карджицу и панчбокс на канале Панч Клаб на Ручьюбе В этом сезоне можно увидеть зрелищные поединки в автомобиле таких пар, как Артем Тарасов против Никиты Ворожбитова Алекс Кардо против Николая Котлеты Также тут же можно увидеть мужское гран-при, где победитель забирает главный приз автомобиль В панчбокс у нас вообще ажапаж Василий Камонский против Николая Котлеты Макс Топор против Норека Симоняна И другие парни устраивают настоящую мужскую группу в будке Подписывайтесь на канал Панч Клаб на Ручьюбе Дальше будет еще интересней И, конечно же, ссылочки будут в описании Мы очень стараемся для вас Нам нужна ваша поддержка Одно из самых необычных шоу на раз в последнее время Ребята, гость необычный Уже интрига А, а человек каждый раз интригу, у нас на вложке же человек У нас на программе так случилось, что постоянно кто-то приходит и говорит Ой, я там, знаешь, я там не выспался Один там, я с похмелья, я там не... То, я пятый Сколько у нас этих там отмазок легендарных Тут просто уникальный случай Человек, когда я это сообщение прочитал Я просто офигел Знаешь, а так это будничное Я сейчас прям хочу открыть На следующий день даже сниматься За день до этого То есть Привет, меня тигр порвал? Мне пару недель нельзя заниматься То есть Тигр порвал как бы Я такой сижу, думаю, да чего? Вот Потом вот ты прислал в Телеграме вот этот пост Вот И вот тут Можно я включу голосовую? Смотри, шоу снимаются от недели до 10 дней Поэтому, ну, давай где-то дней через 10 напиши И сделаем тренировку Это вот в укор тем Кто там, да Я не в форме, дай мне месяц Там были люди, которые летом Дай до декабря я потренируюсь Тогда я у тебя снимусь в программе Вот ты тигр порвал Давай сейчас шуй с ним Вот просто как бы шуй, чтобы не разошлись И мы сейчас вот все сделаем Вообще просто Эдгар Запашный, народный артист России Директор Большого Московского цирка Знакомый Кирилла Сарычева А про животных, если вам интересно посмотреть Все будут на втором на лайв-канале у нас Это же самый большой цирк в России Это самый большой цирк в России и в Европе На много лет, где-то лет 30 Он был самым большим цирком в мире За последние 20 лет китайцы построили два цирка Гораздо больше нашего Если здесь 3-300 зрительный зал То у них есть 6-тысячник и 8-тысячник Строим потому что можем Не потому что это нужно А потому что можем Спорт я люблю Вот мне даже сегодня майку подарили Я расту со спортом Спорт по жизни как-то в цирке всегда присутствует Плюс я человек, который не ведет неправильный образ жизни Я никогда не курил Я никогда в жизни не был даже выпившим Не то, что пьяным, выпившим не был Я никогда в жизни не держал никаких наркотиков Всю жизнь спортивный зал Приучился с 18 лет сюда ходить стабильно Одно время много усердно занимался боксом До тех пор, пока плечо себе не разорвал Потом колено себе разорвал У меня был период, когда много было травм серьезных И с боксом пришлось завязать Так в удовольствие иногда с парнями в парах стоим Но чтобы ходить на тренировки, как я раньше ходил Там со сборной Казахстана я тренировался Уже не получается Да и времени просто, честно говоря, нет А бокс это вот как раз когда передача? Это Король Винга, 2007 год, да Это мне покойный Володя Турчинский тогда позвонил Говорит, будет проект Мы еще пока не понимаем, что Кикбоксинг, ММА, бокс Но будем драться Он говорит, у нас все наши боевики отказались То есть все те, которые в фильмах раскидывают 100 человек Все отказались выходить в реальный бой И он говорит, ты пойдешь? Я говорю, я пойду И я и мой брат сразу согласились Просто мало сейчас кто об этом говорит Мы же были первопроходцами вот так называемых поп-боев Да, так и так есть Потому что до нас никто этим не занимался Мы реально выходили друг на друга И не понимали, кто на что способен Я дрался с первым нарциссом Мне 94 килограмма, он тогда весил 102 Потом Толик Журавлев выходил Он 112 что ли весил Женька Дятлов вообще разрядник по боксу Володя Епифанцев Драчун по жизни Убийство Убийство, правда, друг к другу Такого прибьет время для Сегодня суть проверить силовые Да А что нет? Царь зверей Царя зверей А то вы думали лев Никаких не львов Силовые царя зверей А в частности Генерального директора Большого морсковского цирка Из того, что я понял, общаясь с Эдгардом С дикими кошками Нужно обращаться аккуратно Их нужно подкармливать И располагать к себе Но не об этом сейчас Это вставочка, ребят Потому что сейчас идет эпохальное событие В спортивном мире В мире футбола 20 ноября стартовал Чемпионат мира по футболу Мои друзья из компании Фонбет Подготовили под это событие Кучу много крутых акций О которых вы можете узнать В их удобном мобильном приложении А по моему промокоду САРАЧЕВ Вы получите приветственный бонус В размере 2000 рублей Переходи по ссылке В закрепленном комментарии И смотри чемпионат мира Вместе с Фонбет И помни У твоего футбола Нет предела А силовые важны в цирке именно? В моей профессии нет Вот в профессии дрессировщика Вот у нас был случай Вадим Канбегов Бывший лифтер 135 килограммов И его три льва рвали Они его держали в воздухе То есть они его рвали Какое-то время Он даже на землю не опускался Они его рвали Где-то секунд 10-15 Три льва Чудом они его не убили Там ассистент вовремя забежал Спас К чему это я? Что Ну вот такая вот масса Она все равно не является Решающей Они все равно Если захотят Они любого раздербанят Здесь в большей степени Наверное Все-таки профессионализм И просто хорошая физическая форма Когда ты не падаешь Координируешь свое тело Есть и вот такие дрессировщики Там Николай Павленко Всегда всю жизнь был стройный А работал с 17-ю тиграми У меня папа был невысокого роста Метр шестьдесят пять У него в клетке было тридцать шесть животных Я себя поймал на мысль Что я даже примерно не знаю Сколько я пожму Вот сейчас узнаем Вот Я на раз нежал Года три-четыре, наверное На раз нежал Просто занимался Занимался Ну подозреваю Думаю, наверное, сейчас Килограмм сто тридцать С перепугу Никита Шепелев Артист Большого московского цирка Жонглер Артист цирка Братьев Запашных Смотрите И все четко Потом на слово мо посмотришь Ровно по одному обороту Дрессировщик И жонглер только что обосрался Какой твой собственный Самый большой вес 107 Один день Я в то лет не ходил А сейчас сколько Сейчас, наверное, 105 Я мечтаю, чтобы был у меня 110 Но мне так трудно дается вес Я вот худею на раз У меня брат всю жизнь на диетах А сколько-то всю жизнь Во всем себе отказывает Я наоборот Ночью встаю, жру У меня, наверное, глисты вот такие Вот в течение недели Три-пять легко сброшу А вот набрать с трудом Очень круто, что в 40 плюс Обмен веществ такой, что Даже не дает еще тебе вес набирать Один хлопок для брата Ничего не стоит Я всегда отправляю кошелек на параллель А в цирке вы, получается, прям с детства, да? От папы? Я династийный Я уже четвертое поколение работаю Дети мои уже пятое поколение Уже начали работать У нас в цирке династийность Ну, принято Один из таких где-то, я думаю, процентов В 30-40 артистов это династийные Потом примерно столько же Это спортсмены бывшие Потому что есть жанры, которые требуют Ну, например, турнисты Или акробат на дорожке Там в основном все спортсмены И есть вот ребята, которые попали в цирк Благодаря там Либо желанию, либо случаю Если ты не любишь своего ребенка Сделай из него жонглера Всю жизнь репетировать будет Просто они часами стоят, кидают Сколько ты за раз сам большой предметов рангировал? Перекидку мы с партнером кидали 14 колец В соло, когда один жонглирую 7 булав, 9 колец, 8 мячей В перекидку 12 булав и 14 колец Рекорд я видел 9 булав кидали Но это вот чувак на радостях Он их выкинул, собрал И просто вот так вот выкинул Больше я этого не видел То есть, ну, в работе стабильно кидают 7 12 колец я видел в соло, когда кидают Ну, это тоже прям вот Жонглеры это вот очень специфические люди Это фанатики Понимаешь, вот реально Раз, два Одним и тем же заниматься 6, 8, некоторые 12 часов в день Ну, это надо характер иметь определенный Или склад ума Да, да, да Просто приходят с утра и до глубокой ночи Кидают, кидают, кидают Жонглеры Такая очень, очень неблагодарная профессия Вот здесь на углу частенько стоит Жонглира А так кто такой вообще, не знаете? Про него даже Аль-Джазира снимала программу Приезжали, да, арабы И многие люди думают, что я его когда-то уволил То есть, там такой, ну, взрослый человек Я думаю, что ему лет 50 Все время думал остановиться с ним, познакомиться Но и он ни разу, ну, как бы, около цирка Ну, не появлялся Он где-то на перекрестках жонглирует Кто он, что он, не знаю, честно Но к цирку никогда не имел отношения Это видно по технике жонглирования То есть, какой-то такой самоучка Любитель, видимо Ну, вот эту фишку поймал Что жонглирует И ему кто-то деньги за это дает Но он так прогрессирует из года в год Я 10 лет назад видел, он там три булава с перепугу кидал А сейчас он уже что-то хорошее кидает Мой личный рекорд был 155 Но это было лет 10, 12 назад Лет 10, 12 назад 155 жал Если ты проявишь тут хамство Из тебя сделают кастером Мы берем это на улицу Было? Было, было, конечно было У меня правое плечо Я сейчас жаловаться не буду Оперированное после бокса И вот мне в определенный момент Очень больно становится Нет, я... Нет, 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 нет Все нормально, нет Я тебе так скажу, что Если ты, так говорим, в кавычки чайники И у тех людей, которых нет вообще никакого спортивного размера Ты уже на первом месте Потому что я просто пытаюсь найти где Нет, мне интересно самому, Кирилл Мне правда интересно Дацик, пожалуйста, 30 Войтенко, спортивный блогер Такой, который там полжизни в этом То есть сейчас мы поняли, что физическая сила Вообще никак не решает Если ты с тиграми Она не решает, потому что здесь нету в ней нужды Понимаешь, мы же, чтобы про нас не говорили Физическое воздействие на хищника Оно только спровоцирует ответную реакцию Мне папа говорил Чем сильнее ты ударишь тигра Тем быстрее он тебе ответит Животное в большей степени реагирует на боль И наоборот идет в лобовую с тобой Если ты ему сделал больно То он тут же принимает решение решить с тобой вопрос Потому что ему больно Вот и все Поэтому здесь Лупить хищников Это просто себе на погибель Здесь работа моральная Здесь правильная дрессура Правильное воспитание Я тебе приведу обыкновенный пример У тебя с родителями хорошие отношения? Да Хорошие отношения? Твоя мама физически тебя гораздо слабее Гораздо слабее Но ты ее боишься обидеть Ты ее боишься расстроить Она на тебя замахнется Ты отвернешься Я на тебя замахнусь Ты мне тут же леща дашь А мама на тебя замахнет Мама, мама, мама Все, я все понял Все, понял Вот здесь примерно то же самое Когда ты правильно воспитываешь животное Оно к тебе начинает относиться Вот так вот По-семейному По-хорошему Слон весит 3,5 тонны Ударь этого слона Он вот так вот встанет в угол И ты его оттуда трактором не вытащишь Как сдвинуть 3,5 тонны животное? Если оно испуганно Если оно, ну вот Если ты ему причинил Какую-то серьезную физическую боль Поэтому здесь надо Со слоном найти контакт Чтобы он шло к тебе А если слон Вообще психанет Он сделает дверь там Где ее нету Я бы прям Если бы у тебя ее забрал Да Это прям травмоопасно Вообще никогда не ходи на веса Пожалуйста Не ходи на веса У тебя прям Ты все жмешь У тебя подворачиваются плечом Она перестает работать Вот плечо Я чувствую все Именно правое плечо встает И я уже начинаю Не знаю Чем-то другим его включать И вот тут прям Тут все травмы А для чего у вас спорт в жизни там вообще? Для качества жизни там Либо для здоровья Для чего? Фу Это удовольствие Это удовольствие Раз Второе Это наверное эстетика тела Которая мне нужна Как необходимость Как мужчине То есть я вот понимаю Что вот Такой красивой девушке Нужно понравиться Ну вот она Выберет Тот кто лучше выглядит Тот кто умнее Тот кто Успешнее И если я там Научился зарабатывать деньги Это не факт того Что я буду счастливым Нет Надо еще научиться Выглядеть хорошо Это работа Я как-то на программе Принцип домино Сказал меня Потом чувак грузчик Цитировал Зашел в Павелевский вокзал Сдаю вещи Он говорит Я твою фразу на всю жизнь запомнил Если у женщины есть грудь Но нету попы То мне до попы ее грудь Почему? Ну потому что грудь Делает хирург А попу делает девушка сама Она просто идет и работает Она пашет И ты видишь по ней Что это Трудолюбивый человек Что она знает Что такое пахать Она знает Что такое Много работать И мужчина точно так же Должен много работать А еще есть Другая фраза Которая мне недавно понравилась И мужчина и женщина Ходят в зал С одной целью В конце концов Иметь красивое женское тело С подтягиваниями как? Подтягиваться я не люблю Мне никогда Подтягивание не давалось хорошо Я его терпеть не могу Много раз никогда не подтягивался Не знаю Десять Двенадцать раз Наверное Кто сильнее Лев или тигр? Нет ответа на этот вопрос Почему? Потому что они в природе Не пересекаются То есть официальных драк Между львом и тигром Их не существует Было несколько случаев В режиме зоопарков Или например в цирке Там двое схлестнулись Но из-за этого статистику нельзя Вывести На мой взгляд Ответить на этот вопрос Невозможно Знаешь почему? Потому что у них оружие в руках И здесь еще определенная удача Он может проигрывать Амазануть правильно за горло И все на этом закончится Потому что у них ножи в руках Когда люди дерутся Там физическая сила важна Или еще что-нибудь Да Там техника А тут у тебя в руках ножи Поэтому Очень трудно сказать Вес примерно одинаковый Лев-тигр Там плюс-минус Там 20-30 килограммов Мы если на Амурске берем Ну да Если двух крупников взять Если двух больших Вот А я видел Ну По жизни Когда Вот девочки Раздавали Пацанам Просто Пацаны Там пятый угол От них искали Почему? Потому что она напористая Она Ну такая Небоящаяся Она прет на них И это тоже является Определенным фактором То есть он Она в себя уверовала И все И она прет на него А он здоровый Большой Вот Вот как будто она На тебя попрет И ты реально заднюю даешь Вот такое я тоже видел Причем На полном серьезе Потому что она Ну хороший боец Музыка Десять раз сгорит, да? Да Прикольно Так и работает Кстати Это вот лучшая техника Из того что ты сейчас сделал Подтягивание Когда Не до конца локоть вставляешь Потому что для тех Кто Опять же для моих подписчиков Все кто весит Ближе к 100 И за 100 За 100 уже Если вы будете На вытянутой руки Выпрямлять Не важно Каким хватом Вы подтягиваетесь Риск Порвать Себе широчайшую Я вам как человек Который четыре раза И вырвал Три из них на турнике Это так сказать Подтверждаю Сейчас очень редким Стал жанр Называется Силовой жонглер То есть когда Большие парни Типа тебя Выходят У них там ядра 15-20 килограмм Жонглируют Потом большое 80 килограмм Такой шар Из нержавейки Подбрасывают На шею Ловят Вот у нас был случай В мировом цирке Такого жонглера Поставили Работать в бассейне Воду поменяли У нас здесь В цирке вода Внутри пятачок Пятиметровый А дальше Вокруг вода И ему выносили ядро Объявляли Вес ядра 80 килограммов И он его так Ронял показательно Бух-бух Ну видно что тяжелый У него была маленькая Подкидная доска Он бил Шар подлетал И он его на вытянутую руку Ловил Бух И вот так держал Потом брал этот шар Нес по мостику На барьер Клал на барьер И зрителям показывал Мол Давайте пробуйте Ну и там всегда Кто-то найдется из зала Кто-то выходит Реально и пробует А в это время Ему выносили Другой шар Клали И он уже делал Более сложный трюк Бил подкидную доску Шар подлетал И он его ловил себе На хребет Вот так наклонялся И он ему прямо Вот сюда приземлялся Бух И дальше он его так Сбрасывал Как раз покатился Покатился Упал в воду И поплыл Поплыл? Да То есть у него Один шар был Но реально тяжелый А второй Чтобы на башку не ловить Был пустой Никто этого не знал Это был секрет его И он, блядь, поплыл Там рел в зале был В это время 80 килограмм поплыл Самое жестокое Что? Вот у меня 7 связок Разорвано На этой руке И вот у меня Вот такая подкова Вот здесь Вот это одна травма 150 швов мне наложили В одной части Если бы я дома был один Я бы копыта Отдал бы 100% Пришел домой Поздно ночью Оперся на раковину Такая стеклянная раковина Знаешь, вот Когда раковину видно В стекле И вдруг как в матрице Она подо мной лопается И я туда А я в одних трусах Бух Бух Разворачиваюсь Падаю в это все стекло А у меня вот отсюда Ну как проволока Торчат сухожилия Я их прям вижу И вот так Как у Тарантино Льется Вот клянусь вам Вот такая струя была Я вот так руку зажимаю А у меня из локтя Такая же хрень То есть две вены Перерезался капитально Я литр потерял В течение Двух минут То есть Из меня просто Так лилось И хорошо Что дома Где-то час-два Часа ночи Дома была мама Бабушка И они меня услышали Со второго этажа На третьей прибежали А так бы я бы Наверное Капыта бы отталбовал А с бицепсом Как вы пробовали делать Пробовал Мне кажется Килограмм 55 У меня было Ну на несколько раз А на раз тоже Ни разу не пробовал Честно Мне поэтому Интересно Сегодня У него сниматься Потому что Я реально не знаю Своих показателей 48 48 Как думаешь По пятерке Нет Давай по два с половиной Семь с половиной Сильный Сильный Потерялся Снова на берег Нанесут метели С сугробов Холода Белизная оттенок Каждый слон Говорят Надо считать По килограмму Что он ест Примерно Как семь Восемь лошадей Семь лошадей Это значит три с половиной Тонны Вот у нас сейчас Большая слониха Три сто пятьдесят весит Ну да Наверное так Примерно и получается Кто кушает Фрукты Овощи Хлеб С удовольствием Сушки Вот у меня Николь Например Она прям Сушки Очень любит От обыкновенной Сушки Ну Они у нас Настолько Избалованные Что Вот я Обезьянам Например Приносил Бананы Они вот так Обожрались Обожрались Да То есть У нас Животные Не голодают Такого не бывает И дрессура Не строится на том Чтобы животное Работало За голод То есть В точности Да наоборот То есть Когда меня спрашивают Они голодные Работают Если они голодные Будут Они будут Очень злые Поэтому Они вот Как спортсмен Перед соревнованиями Ну Не голодный Но и не сытый Черт Почти без читинга Ты думаешь Еще попробовать 82 мне кажется Ну что Тогда вот эти Меняем на десятки Да И пятерку Оставляем Да Веса реально Уже до хера Это Как бы Уже такой результат 83 с половиной килограмма Один из самых Необычных героев За последнее время И у нас сейчас Будет продолжение Еще мы будем Снимать Выпуск Сейчас про Саму кухню Цирка Я думаю Что у вас Многих вопросов Есть Да Если среди вас Есть отряды Радикальных Золюбов Вот Насекомофилов Залетаем Сразу На второй канал И там вы Услышите информацию Может быть Вам будет Важна и нужна И вы Из зоошизоидов Зоолюбов Зоофилов И Насекомо Трахов Превратитесь В нормальных людей С вами был Эргард Зарбашный Микитоз И шоу Мерас Насекомофилов